Друзья, привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу об устройстве, которое прокачает ваш геймпад до элитного и капец как повысит ваши шансы при игре в мультиплеере. В этом видео пойдет речь о таком вот устройстве, которое называется Strike Pack FPS Dominator. Если вы думаете, что эта штука добавляет всего лишь две дополнительные кнопки, то вы далеко ошибаетесь. Лучше досмотрите ролик до конца, чтобы знать, какие легальные читы придумали на консолях. Если вы не особо заглядываете в мультиплеер, то видео все равно будет для вас интересным, поскольку вы хотя бы будете знать, что такие устройства вообще существуют. Помимо рассказа о самом устройстве, я выскажу свое мнение, стоит ли эта штука своих денег, стоит ли ее брать и стоит ли задумываться о покупке элит-контроллера. И как всегда будет все честно и объективно. Честно сказать, я далек от всяких киберспортивных устройств, так как считаю, что и на простом геймпаде можно нагибать. И лично я практически никогда не думал о покупке какого-то дорогого устройства, чтобы повысить себе шансы на победу. Единственный момент, который заставил меня все-таки задуматься о покупке дорогого контроллера, это момент, когда я хорошо играл, играл много, и мне не хватало всего лишь пару кнопок сзади, для того, чтобы не оторвать пальцы от стиков. Я сейчас, если что, про лепестки говорю. Но все варианты, которые были, они были довольно-таки дорогие. Ну, считайте, 10к за геймпад, ну это как-то дорого. Но совсем недавно мне написали ребята с компании X-Site и дали вот такую вот штуку для геймпада Xbox One на обзор. Ребята, большое вам спасибо за это. Кстати, данная компания занимается продажей всяких киберспортивных устройств, к примеру, адаптером, который позволяет подключить геймпад Xbox One к PlayStation 4 и наоборот. Специальный переходник, чтобы можно было подключить любую клавиатуру, и чтобы она играла вообще абсолютно во всех играх, и тому подобные штуки. Если вы играете онлайн, то переходите к ним на сайт, ссылочку оставлю в описании, и мало ли что-то для себя интересное увидите. Давайте все-таки перейдем к самому устройству. Вот так вот устройство выглядит. Она крепится к задней панели геймпада вместо батареи. Легко одевается. И легко снимается. Очень удобно. Если вдруг у вас сломался какой-то геймпад, то просто снимаете эту штуку и вставите на другой геймпад и продолжаете пользоваться. Единственное, чтобы геймпад все-таки работал, придется его подключать через USB. Ибо устройство встроенного аккумулятора не имеет и работает исключительно по проводу. Если что, провод тоже идет в комплекте. Самая базовая функция данного устройства – это добавление двух дополнительных кнопок на геймпад. То есть вы любую кнопку и даже комбинацию можете назначить на тот или иной лепесток. Делается это очень просто и без всяких программ. Просто нажимаете на кнопку сверху лепестка и нажимаете на нужную кнопку. И все, вы кнопку привязали, пользуйтесь. Насчет самих лепестков. По виду они мне показались не такими удобными, но лишь по виду. Так как они не имеют изгиба, как у элитного контроллера. И поэтому думается, что на них нужно нажимать вот так вот. Нет, это всего лишь так кажется. За счет того, что лепестки широкие, нажимаются они вполне себе удобно. Нужно лишь средний палец положить на рукоятку, задев при этом лепесток. Вот как приятный и довольно-таки быстрый. Лично я сразу на один из лепестков поставил прыжок, так как в играх, в которых он требуется, стало играть намного удобнее, поскольку я теперь не отрываю пальцев от стика. На первых этапах использования лепестки кажутся немножко непривычными, поскольку никогда не было лепестков и вдруг они появились. Поэтому на начальных этапах пальцы путаются и нажимаются на основные кнопки. Это все происходит чисто машинально, чисто по привычке. Но со временем ты все-таки привыкаешь и понимаешь весь сок этих кнопок. Теперь же перейдем к основному функционалу данной штуки, к тем самым читерским фишкам. Честно, я настолько далек от этой темы, что я даже не знал, что такое существует. И да, как мне сказали, данная штука не имеет аналогов. Данное устройство имеет 8 классов. Если вы очень внимательны, то вы могли заметить, что здесь есть 8 кубиков. Каждый из них отвечает за конкретный класс. Их всего 8. Каждый из этих классов имеет подклассы. Они называются моды. Расскажу вам о самых интересных и, на мой взгляд, самых нужных. К примеру, в первом классе, который называется Основной огонь, есть мод под названием Беглый огонь. Который позволяет вам не нажимать на курок для выстрела не с автоматического оружия. Берем, к примеру, пистолет, который стреляет вот так. Ну вы поняли, да? Постоянно нужно нажимать на курок. Включаем этот мод. И смотрите, как он теперь стреляет. Офигеть, да? Грубо говоря, данный мод позволяет вам стрелять с пистолета, как с автомата. Скорость выстрела, скорость очереди. Это все настраивается и работает во всех играх. Еще я офигел от класса антиотдача. По-любому, когда вы берете скорострельное оружие, при стрельбе у вас камера двигается вверх. Ну, все-таки отдача. Включаем класс антиотдачу и смотрите, что у нас происходит. Когда была капец какая отдача, она становится намного меньше. Опять же, при тестировании антиотдачу нужно настраивать под конкретную игру и под конкретное оружие. Так как есть возможность того, что камеру можно отнести в какую-либо сторону. Это тоже важно прочувствовать. Антиотдачу можно включить всегда, только лишь для прицеливания, только лишь от стрельбы от бедра. Короче, здесь много вариаций. Также мне понравился класс, который при кнопке лежать производит автоматический выстрел. Это очень полезно в колдею, в батлее. А также мне понравился класс автоспринт, который позволяет больше не нажимать на стик при беге. Опять же, только лишь в некоторых играх. Также эти классы можно комбинировать. К примеру, включить автоспринт и беглый огонь. Повторяю, что эта штука имеет очень гибкие настройки, что позволяет вам сделать многое. К примеру, поставить на беглый огонь только одно оружие. Настроить темп стрельбы, поменять раскладку, активировать какой-то класс, заморозить какой-то класс, чтобы он вам не мешал на другом оружии и тому подобное. Как это все настраиваться, я рассказывать не буду. У парней есть ютуб-канал, в котором они рассказывают, как настраивать это устройство, показывают классы, как они работают в играх. Поэтому, если вам интересно, ссылочку оставлю также в описании, переходите и смотрите. Я когда разбирался в самом устройстве, у меня изначально кипела голова, потому что я не понимал, что и куда мне нужно. Но потом, когда ты понимаешь уже логику, что тебе нужно, на какое конкретное оружие, то тогда, в принципе, становится все легко. Опять же, функционал у данной штуки очень большой и расширяется он еще за счет сервиса ModCentral, в котором вы можете найти уже готовые настройки под конкретную игру. К сожалению, данный сервис платный, 14 баксов за год. Но опять же, пользоваться им никто не заставляет и я думаю, что он нужен исключительно для тех, кто хочет выжать из этой штуки максимум. Кстати, стоимость данной штуки 4000 рублей. И многие на этом моменте могут сказать, да ну нахер, я и на обычном геймпаде поиграю. Но на мой взгляд, цена здесь все-таки обоснована. Помимо дополнительных двух кнопок, вам дается очень широкий функционал, который повысит ваши шансы на победу и который не имеет аналогов. Я тестировал данное устройство больше двух недель и скажу вам, что оно реально упрощает весь игровой процесс. То есть, при помощи настроек всех функций под себя, вы можете играть еще лучше, чем играли. Главное, не думайте, что если вы вдруг купите это устройство, вы начнете хорошо играть. Нет, это устройство нужно для тех, кто уже неплохо играет. Насчет приобретения данного устройства. Выбор у каждого свой. Но я категорически не рекомендую смотреть на это устройство, если вы не играете в онлайн. Если вы не особо любите мультиплеер, вы играете там раз в неделю, лежа на диване, и вам пофиг, сливаете вы или нет. В этом случае устройство будет для вас бесполезным. Если же вы играете в мультиплеер, там в 24 на 7, в такие игры, как Колда, Батла, Гиря, Хейла, Радуга, то данная штука будет вам только плюсом, поскольку она реально помогает во многих игровых ситуациях. Да, она вам не обеспечит 100% победы, поскольку навык игры на геймпаде у вас должен быть. И все-таки на победу влияет много факторов. Эта штука делает лишь проще некоторые элементы игры, что позволяет вам из некоторых игровых ситуаций выходить победителем. На самом деле, я считаю использование данного устройства нечестным, поскольку я все-таки за равное положение всех и вся. Но, имея большой опыт в мультиплеере, то я прихожу к выводу, что в мультиплеере, как на войне, все средства хороши. Также не исключая того факта, что игроки, которые имеют большой коэффициент побед, не пользуются такими вот штуками. Всякими лепестками, турбокнопкой, скафами и даже кнопкой, которая отрубает вам соединение на миллисекунду, чтобы вы могли телепортироваться по карте. Такое тоже есть. Опять же, пользоваться или нет, это выбор каждого, но вы никогда даже этого не заметите. Лишь можете догадываться, смотря повторы. Отвечая на вопрос, стоит ли покупать элитный геймпад, то я, скорее всего, отвечу нет. Единственное преимущество у элитного геймпада, это все-таки 4 лепестка, сменные стики и крестовина и матовое покрытие, которое, к сожалению, легко отслаивается. Как по мне, такие дорогие устройства не должны так ломаться. Его нужно рассматривать к покупке, если вы можете отдать 10 тысяч, прям не задумываясь, и вы реально хотите играть еще лучше, чем играли, с диким комфортом из-за матового покрытия. В основном, по моему мнению, это бессмысленная трата денег. Если сравнивать элитный контроллер с этой штукой, то я, скорее всего, предпочтение отдам ей, поскольку она намного дешевле, ну, считайте, 10к против 4. У нее намного больше функционал, я сейчас про читерские штуки, типа антиодача, беглый огонь, без проблем одевается, снимается, если у вас вдруг сломался геймпад, просто одевайте его на другой и продолжайте пользоваться. А также имеет очень гибкие настройки под каждую игровую ситуацию, что делает намного функциональнее элит контроллера. Если что, элитный контроллер такого не умеет. И, как по мне, это реальный выход из ситуации, если вы хотели всего лишь пару дополнительных кнопок и какую-нибудь турбо-кнопку. Если честно, то я удивлен устройством и советую его всем тем, кто играет в мультиплеер на результат. Кстати, у ребят, которые занимаются продажей данных устройств, офигенная техподдержка, если что, заменят, обменяют и без проблем подскажут решение той или иной проблемы. Также данная штука имеет 14 дней теста, в течение которых вы можете просто вернуть устройство, если оно вам не понравилось. Плюс у вас есть еще 90 дней гарантии, что тоже неплохо. Но, опять же, выбор исключительно у каждого свой, поэтому брать доминатор или нет, решайте сами. На этом мне все. Если понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте писать свои комментарии, вдруг кто-то уже пользовался данным устройством. Напишите свое мнение о нем и ощущения, как оно вам. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok